В детских садах Якутска внедрят единое меню, разработанное специально для детей Крайнего Севера. Проект Городской Думы сегодня экспериментально действует в нескольких датшкольных учреждениях, а со следующего года охватит все столичные детские сады. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Приятного аппетита! Спасибо! Детский сад «Ладушка» – один из четырех пилотных площадок, где начал действовать новый проект. Меню здесь составлено не на 10 дней, как обычно, а сразу на 20. Привычные блюда разнообразили местными продуктами. Добавили котлеты из чиро и киты, отварную жеребятину, якутские лепешки, кисломолочные продукты и морс. Новое меню согласовано с Роспотребнадзором и рассчитано на все категории детей, в том числе и аллергиков. Детям это нравится, потому что вот эти же национальные блюда они получают у себя дома. Оно привычно для детей. Аппетит у детей появился. Они с удовольствием могут съедать все, что дается. Мне больше нравится всего, как дочка, всякие макароны, мясо, помидор, суп. А якутская лепешка тебе нравится? Конечно, нравится. А жеребятину ты ешь? Да, очень люблю жеребятину. Если сегодня фактическая стоимость питания составляет 168 рублей в день, где 144 рубля приходится на долю родителя, то с внедрением единого меню стоимость будет 200 рублей. Оплата разницы не ляжет на плечи родителей. Сегодня на дополнительное финансирование дошкольного питания в бюджете города предусмотрено 72 миллиона рублей. Мы прекрасно понимали, что дополнительное финансирование из бюджета города должно поступить. И вот пройдя все буквально слушания, все комиссии, мы приняли решение и определились на сегодняшний день, что такое меню. Значит, у нас в каждом дошкольном образовательном учреждении с 1 января 2018 года появится. Большой радостью для нас было, конечно, заявление сына Сергеевича в день инаугурации, что первым распоряжением будет подписано 20-дневное меню. Таким образом, со следующего года единым 20-дневным меню будет обеспечено 59 муниципальных и порядка 30 частных детских садов Якутска. Инициаторы проекта добивались нововведения много лет. И не зря, ведь полноценное и качественное питание – залог здоровья детей.